Крыша протекает, несущие балки и стропила сгнили. Здание основной общеобразовательной школы в Мариинском посаде было признано аварийным 4 года назад. Однако вопрос о строительстве нового учебного заведения возник только полгода назад. В ходе рабочей поездки в муниципалитет глава Чувашии взял ситуацию под личный контроль. А в этот же день Олег Николаев побывал и в Альборусовской школе. Школа в Альборусовой была построена в 1962 году после пожара в старом деревянном здании. Сейчас в образовательном учреждении учатся 170 детей. 4 года назад школа стала ресурсным центром по реализации агротехнологического профиля. Сотрудничает с Чувашским государственным аграрным университетом. Занимаются в агроклассах 23 школьника. Это 10-11 классники, те, кто решил в будущем связать свою жизнь с сельским хозяйством. Мы проводим различные опыты в лаборатории, изучаем биологию, математику. Мы преподаватели и наши учащиеся взаимодействуют друг с другом. Мы приезжаем к ним, они приезжают к нам. До пандемии наши обучающиеся выезжали на различные предприятия Чувашской республики с целью ознакомления. А вот в основной общеобразовательной школе Мариинского посада далеко не все так радужно. Проблемы начались давно. Однако тревогу руководство учебного заведения начало бить только полгода назад. Почему до этого вообще молчали? Вот в таких условиях каждый год мучаетесь. Проект сделали только в ноябре. Получили положительное заключение. В декабре. Начало декабря. Здание признали аварийным еще в 2017 году. Тем не менее ученики продолжают с риском для жизни сидеть за партами. Крыша протекает, деревянные балки и стропила в здании сгнили. В плаченном состоянии и спортзал, где нет даже душевых, туалета, раздевалок, окна и полы требуют замены. В столовой школе никогда не было. Там только кухня и дети. Кушали в коридоре, где стояли у нас столы. Но если посмотреть, даже стадиона рядом нет. Руководство школы и местная администрация попытались объяснить Олегу Николаеву, почему долго молчали о проблемах. Мол, проект нового здания готовили самостоятельно, но как-то не рассчитали по времени. В результате пролетели мимо нацпроекта образования, по которому можно было бы возвести новое учебное заведение. Было упущено в том числе время для того, чтобы подать соответствующую заявку до правительства. Информация была доведена лишь в первом квартале текущего года. Но при этом мы сейчас активно работаем для того, чтобы эту школу включить в иные программы, прежде всего федеральное финансирование. Ну и, конечно же, мы готовы софинансировать данный объект для того, чтобы он скорейшим образом был реализован. Глава Чувашии пообещал, что новое здание школы в Мариинском посаде появится при любом раскладе. По словам Олега Николаева, в конце апреля объект может быть включен в программу комплексного развития сельских территорий. Тогда у республики появятся финансы, чтобы уже в следующем году начать стройку. А пока детей из аварийной школы решили переместить в более безопасные условия. Наталья Егорова, Диана Иванова, Виктор Степанов, Вести Чувашия.